5 градусов, однако, но солнышко с утра. Смотрите продолжение в следующей серии. Совсем забыла про эту картинку, я ее когда-то делала из прозрачной мыльницы, она пластмассовая, нанесла черную краску, затем декупажную карту, а это крепление от молочного пакета, поскольку мыльница имеет глубину, чтобы удобно было повесить на стену. Сделаю-ка я себе, пожалуй, на завтрак горячие бутерброды. Вот в этой штуковине. Ей уже столько лет, но, наверное, больше 20, так это точно. Так, положила масло, сосиску, сыр и сверху накрою еще одним куском хлеба. Смотрите продолжение в следующей серии. Поехали. 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 И снова пора косить. Ловлю момент, когда сухо, потому что трава сохнет очень плохо. Без конца идут дожди. Покосить я не успела. Снова пошел дождь. Надо собирать провод и убрать его. Попробовала засушить две веточки гортензии. Красивые. Но тут, по-моему, не хватает еще одной. Сейчас добавлю. Смена. 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 Сегодня я почистила каприфоль, обрезала сухие ветки, убрала все сорняки, немного обработала барвинок, чтобы он был пушистым шариком. Надо все это убрать, пока не пошел дождик. Косить нельзя, трава совсем сырая. Хорошо успела до дождя. Теперь здесь более-менее порядок. Ничего себе! Здесь уже виноград стал краснеть, а на той арке еще нет. И вот так все время, то дождь, то солнце. Хотя вот здесь тоже начал краснеть потихоньку. Ну что, вам-то хорошо, да? Вы любите дождь. Пора в дождь. Пора в дождь. Ух! Пора в дождь. Пора в дождь. Пора в дождь. Наверное, надо будет протопить печь, пора уже холодная. Надо уже обрезать кровохлевку. А дождь разошёлся, всё сильнее и сильнее идёт. С печкой сразу стало так тепло и уютно. Как же хорошо у огня! Вот ещё один день прошёл, завтра выходной и приезжает муж. К его приезду я затопила печь. На обед сегодня я приготовлю рис с крылышками. Рецепт смотрите под видео. Поставим на улице, а то запах по всему дому. Ну давай, забирай тогда, включай там беседки. Хорошо. Рецепт смотрите под видео. Вкусно пахнет. Лилильник, вот этот вот, половину откапываем для галли. С той стороны, где хоста, им тесно уже. Тяжело там будет, наверное. Неудобно, да. Его можно разделить на две части. И тогда легче будет его поднимать. Лёгкий, ничего себе. Господи. Так, ну что, пойдём отвезём им. Я закрою тогда калитку, да? Ну давай, бери. Поехали. Я Гале позвонила. Нет, Галя, это половина куста. Да. А тебе весь нужен был? Сейчас я сажу. Тебе весь нужен был? Да зачем мне весь? Он как-то большой. Малышка, значит так. Проползай под ёлкой. Ты вот сюда будешь сажать на место пузыреплодника. Да, вот сюда мы, наверное, впереди посадим. Ага. У нас, видишь, здесь был раньше, как ты называешь это? Доброе утро. Доброе утро. Вот это растение, которое мы сейчас делаем. Пузыреплодник. Вот это громадное дерево росло здесь. Куст. Что такое? Вот это лилия. А, лилия? Не лилия, лилейник. А, вот здесь будет. Лилейник, да. А, лилейник. А я сейчас покажу пузыреплодник, который они пересадили. Я не представляю, как они его пересадили. Вот этот вот. Он ростом больше трех метров. И самое главное, что он живой. Ни одна веточка не пострадала. Они поливают его каждый день. Вот так. Красавец какой. Слав, если ты видел, как мы его везли? Ой, я не представляю, Галя. Во-первых, конечно, там тоже вот такая лепешка. Вот такая лепешка. Вот с корневой системой. Вот типа твоей, да? А там тоже еще осталось. Только больше раз в двадцать. Там еще осталось, да. И вот так на тележке. Ой, я не представляю. На тележке. Я за две веревки вот так вот еду. Он за мной. Потом вот так вот. У нас целая операция была. И чтобы вот оттуда завернуть туда. Я говорю, только сейчас все цветы мои. Я вообще не представляю. Слав, потом признать ее туда. И все. А самое интересное, Слава, он живой. Они его отлили. Когда еще были теплые даже. Вообще гиганты. Гиганты. В неделю-две. И вот я хочу сказать. И он вот этими ведрами каждый раз. По два ведра. Он выливал, выливал. То есть он говорит, надо еще отливать. Отлили уже. Смотри, опять дождь пошел. Без конца. Целый день, да. Солнце и дождь. Ну ладно. Я пойду сейчас выключу рис. А то боюсь, как бы он не подгорел у нас. А пахнет. Вкусно? Ага. Ты не чувствуешь? Да у тебя не доносит запах, нет? Вкусно. Надо, наверное, еще чесночка добавить. Не надо? Ты не любишь. Ну ладно. Смотри, она все набирает и набирает бутоны. Вот она нас в этом году порадовала. Да? Вообще. Ой, какая. Так. Да, да, да. Так. Пойдем. Мне нужен совет. Я все, кто про что обшил и все про баню. Я про эту клумбу. Может быть, все-таки уберем ее, как ты считаешь? Я прям не знаю даже. Я прям не знаю. Ну, тебе она нравится или мне вот она вообще не нравится? Если не нравится, надо убирать. Если не нравится. Растения рассадить и убрать отсюда. Да. Самое главное, я больше всего переживать буду вот из-за этой елки. Из-за этой карликовой елки сможем мы ее пересадить. Ну, понятно. Или не трогать. Я вот прям все время, каждый год все уберу потом. Нет. И оставляю. И на месте спиленной сирени я пытаюсь организовать новый миксбордер. Первый ящик пошел в дело. Ну, ты смотри, опять дождь, да? Теперь хосты и лилейник будут чувствовать себя гораздо лучше. Им будет свободнее. Вот сюда я посадила огромную хосту, а в ящик элимус. Ящик вообще растворился. Его вообще не видно. А элимус еще поднимется. Он таким пушистиком будет. У него грунта много, грунт хороший. Будет. А эта хоста, которая вот здесь около киушу, большая, она будет высокая. Ну, вот я не знаю, ну, наверное, как те вот наши золотые. Вот такая вот на высоких, видишь, она на высоких ножках. Если она шариком разрастется, мне кажется, будет неплохо. Так, теперь мне нужно куда-то пристроить бадан. Бадан я люблю и выбрасывать его не буду. А эти серебристые цветочки, видишь, я сюда посадила, около колодца. Как они хорошо, да? Мне тоже, кажется, как-то освежают. Здесь высветляют немного участок. Ну, это еще сто раз будем все пересаживать, как всегда. И думаю я все про эту клумбу. Расформировать ее или нет. Даже не знаю. Ну, а на этом, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok